Всем добрый вечер, с вами Алексей Белоусов, это наша еженедельная рубрика, где мы приглашаем гостей и общаемся на конкретную тему. Сегодня будем говорить про ИС третьего типа, подождем сейчас еще буквально одну минуту, пока все подключатся и начнем. Я пока вводную часть напомню, до 2024 года у нас было два типа ИСов, ИС один и ИС два, у них там были свои преимущества, и с 2024 года можно открыть уже только один тип, это собственно ИС три. Сегодня будем говорить про то, что поменялось, какие преимущества, зачем вообще его открывать, нужно ли открывать, кому нужно, какие льготы предоставляет. И вот все об этом. Напомню, что можно задавать вопросы текстом в последнем нашем сообщении, которое мы написали в нашем Телеграм-канале, и мы их зачитаем уже после самого эфира. По таймингу примерно все следующим образом. Первым на 30 будем общаться с гостем, я буду задавать вопросы уточняющие, а оставшиеся полчаса потратим как раз на общение вместе с вами. Всех, кого интересует какая-то конкретика про ИС третьего типа, можете писать, постараемся на все ответить. У нас сегодня в гостях Валерия Назаренко, генеральный директор консалтиковой компании TaxMate. Валерия, добрый вечер. Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер всем, кто присоединился к нашей сегодня интересной теме. У меня будет ряд вопросов, ну это скорее такие ключевые темы, которые хотелось бы обсудить. Вы, если будет что-то, можете добавлять, конечно же, от себя, если что-то я упущу. Но вот давайте начнем с того, что может ли там сейчас на сегодняшний день человек открывать ИС третьего типа, потому что не все еще понимают вообще, можно ли это делать, как это сделать, где и что. Начнем с такого базы. Да, с 1 января уже можно открывать ИС третьего типа, я скажу больше, что только этот тип ИС теперь доступен. То есть то, что было ранее до 2024 года, это ИС двух типов, да. Ну почему двух типов? Потому что это определение легло от налоговых льгот. На самом деле ИС, он один. Единственное, как инвестор будет выбирать способ получения льгот, вот он как раз таки и влиял на тип ИИС. Это тип 1 или тип 2. Тип 1, это когда мы получали налоговый вычет со взносов. И тип B или тип 2, когда мы получали вычет от всей прибыли. То есть мы не платили НДФЛ совсем, кроме дивидендов. 1 января 2024 года такие типы ИИС открыть уже нельзя. Вообще ИИС таких типов открыть нельзя. Но если инвестор сейчас имеет у себя такой ИИС до сих пор, да, открытый. Вот у меня, например, ИИС 2017 года. Я его пока не закрываю и не трансформирую. Мне просто интересно понаблюдать, что будет дальше. Вот, вполне можно дальше продолжать им владеть, но льготы, доступные на ИИС-3, не будут доступны тем, кто владеет ИИСом старых типов. Вот давайте продолжим тему старых типов. У меня тоже ИИС первого типа, там, вот еще 18-го года. Вот, например, я хотел оставить тот тип, который есть. Могу ли я это вообще делать? То есть, например, у меня в следующем году, там, еще три года пройдет, да, и вот как это, возможно ли, или все равно рано или поздно придется конвертироваться в третий тип? Я буквально перед эфиром еще раз открыла закон сам, в котором указано, что это необязательно, то есть конвертация не будет принудительной. Но это пока. Пока идет переходный период. Ну, я считаю, что в конце концов каким-то образом всех устаканят на какую-то единую плоскость. Скорее всего, ИИС-1 и 2 потеряют свою актуальность, потому как ИИС-3 будут насыщать более привлекательными плюшками для инвесторов, да, уже они существуют, уже, ну, и попозже об этом поговорим. На сегодняшний день нет запрета или ограничений, там, вот такое-то время пользуйтесь. Вы можете конвертировать, если только сами захотите. Плюс ко всему, если вы будете конвертировать свой старый ИИС в новый ИИС, то если вы им владеете уже 3 года и больше, то вы сможете учесть срок владения этим счетом не более чем 3 года при конвертации. Условно говоря, на сегодняшний день у вас есть счет с 2018 года. Если вы трансформируете сейчас свой ИИС в ИИС третьего типа, то вы будете этим счетом владеть 3 года уже. Ну, то есть вроде как вы его сконвертировали, да, только что, но владеете вы им уже 3 года. То есть те года отсекаются свыше которых, свыше 3 лет, и вы ждете еще 2 года, чтобы открыть все свои льготы, которыми можете полноценно пользоваться. Ну, я имею в виду... Ну, да, да, я понимаю. Я имею в виду, что не через 5 лет заработают льготы, а я к тому, что 5 лет будет гарантировано, что вы можете претендовать на все льготы. Да, просто срок старого ИИСа, грубо говоря, идет в зачет ИИС-3. Да, совершенно. Потому что сейчас у нас ИИС-3 можно открыть на 5 лет и, соответственно, после 5 лет его закрывать. А если старый ИИС, у меня, допустим, уже 4 года, ну, значит, тогда, соответственно, эти 4 года, я так понимаю, идут в зачет. Не 4, а 3. Да, только 3 получается. Да, только 3. Окей. Смотрите, у меня... Это, наверное, даже скорее больше к нашим слушателям. Вот у меня, например, ИИС-1 типа, и я планирую конвертироваться, потому что там те льготы, которые он предоставляет, они, ну, уже не совсем релевантны, там, особенно если портфель, объем портфеля большой, то есть вот эти 52 тысячи максимального вычета, они, во-первых, ну, одно дело 52 тысячи, там, в 2018 году, да, другое дело, что такое сейчас 52. Вот, а если у тех, кто нас слушает, ИИС-2 типа, то есть на льготу по налогам, то я бы тут не спешил, но это скорее просто как совет, да, объясню почему. ИИС-2, он предоставляет возможность без ограничений иметь льготу по налогу. Да, там были ограничения по вводу капитала, то есть там можно было не более миллионов в год пополнять, но там не было лимита по налоговому вычету. То есть, условно, если вы, допустим, три года подряд пополняли по миллиону, у вас и того пополнение на 3 миллиона. И, например, сегодня у вас счет не 3 миллиона, а уже, например, 10 миллионов. У вас получается 7 миллионов прибыль, и вот со всей этой прибыли вы можете не платить налог. И учитывая, что мы вот изначально проговорили, что пока нету прям нужды конвертации, да, то есть никто не принуждает, возможно, конвертировать из второго типа пока и не стоит, да, если у вас хорошая доходность, потому что мы сейчас начнем говорить про особенности из третьего типа, у него там есть свои плюшки и свои, ну, скажем так, особенности, да, там есть ограничения по максимальной сумме вычета от прибыли. Ну, это скорее такое дополнение. Я думаю, что вот этим можно закончить тему ИС-1 и ИС-2 и плавно перейти, собственно, к ИС-3, его особенностям и специфике. Вы как, Валерия, согласна насчет ИС-2? Я согласна. Да, я думаю, что мы будем все равно возвращаться к теме ИС-1 и ИС-2, когда будем сравнивать преимущества ИС-3. Ну, это просто мой такой обывательский взгляд, вот именно в части того, что если у человека хорошая доходность и ИС-2, и там хорошая прибыль, то, возможно, и не стоит. Ну, здесь вопрос скорее разделения налоговых и инвестиционных стратегий. Я бы поделила все-таки вообще такие кейсы на 4 вида, когда просто деньги откладывают, ну, есть у меня лишние 400 тысяч, я положу, да, и мне, в общем-то, неважно, заработают они, не заработают. Тогда, конечно, и еще я где-то работаю. Тогда интересно получать налоговую вычет с учетом того, что, я имею в виду вычет со взноса, ввиду того, что у нас сейчас НДФЛ имеет пятиступенчатую систему, да, то есть можно вернуть и 13%, или 15%, или 18%, смотря какой доход будет. Можно рассматривать вариант, когда инвестор активно вкладывает в ИИС, но он может вкладывать до миллиона рублей. Тогда, да, конечно, ваше предложение, оно имеет место быть. А когда инвестору, например, хочется положить денег более одного миллиона рублей, то здесь ИИС второго типа, он просто неинтересен в использовании. То есть требуется расширение границ. Но можно открыть ИИС нового типа и спокойно инвестировать туда больше, чем один миллион рублей. Ну то есть здесь нужно понимать вообще природу, чего я хочу, какой у меня горизонт и вообще как я хочу инвестировать. И только с этой точки зрения смотреть на выборы и дальнейшие действия в рамках ИИС. Ну да, я просто имел в виду касательно тех, у кого уже второй тип, и вот что им делать, есть ли смысл или нет. Давайте про ИИС-3, собственно, поговорим какие-то тезисные моменты. Вот сколько счетов можно открыть, потому что это новшество, да, на одного человека. Какие льготы, в чем отличие? То есть вот расскажите, пожалуйста. Самое первое отличие, которое бросается в глаза, да, это то, что можно вносить неограниченное количество денег. То есть можно вносить больше миллиона рублей. Вторая особенность. Я скорее перечислю сейчас плюсы, на мой взгляд, да, какие есть. Можно получать вычеты обоих типов. То есть и на взнос. Это как раз интересно тем, кто делает большие взносы. Ну там 400 тысяч пока ограничения. Но пока ИИС у нас новый. Возможно, законодатели пересмотрят это дело. Потом у нас, ну, есть возможность получать с прибыли, да, вычет. То есть на всю прибыль, кроме дивидендов. Какой еще плюс? Можно открывать до трех, простите, до трех счетов такого типа. И, например, разные инвестиционные стратегии использовать, проверять, смотреть на разных счетах. Вот. Что я бы отнесла к минусам? Это срок, да, минимальный срок владения ИИС, если хотим пользоваться льготами. Это пять лет. С 2027 года будет прибавляться каждый год по году. И до 31 года у нас общий срок будет 10 лет. Это будет такая долгосрочная история. Еще из минусов я бы отметила, что теперь нельзя будет выводить на другие счета купоны и дивиденды. Ну, и такой более нейтральный, нейтральная черта – это лимит по доходу, да, вычет. Для вычета у нас на доход – это 30 миллионов рублей. Но вы знаете, я не так давно получила от одного клиента интересный вопрос. Он мне задал вопрос, если я открою три ИИС третьего типа, я буду иметь право льготы вот эти 30 миллионов на каждом счету или в совокупности? Ну, логичнее предположить, сказать, что на каждый счет. И на самом деле я читала, искала вообще хоть какую-то информацию, можно ли подтвердить или опровергнуть этот довод. Единственное, здесь только логика работает, что счета могут быть открыты в разные периоды, даже не в одном периоде. И, конечно же, 30 миллионов будет распространяться на каждый счет. То есть в совокупности это 90 миллионов. Но это только мои предположения. Я на сегодняшний день не нашла подтверждения или опровержения этим выводом, потому как прецедентов нет. У меня двое клиентов, чисто я сопровождаю, таким же вопросом задавались. Я тоже пытался в этом разобраться. То, что я узнал, исходя из закона, в моем понимании так. Действительно, можно открыть до трех счетов на одного из лицов. Можно их открыть даже в один год. То есть, условно, сразу три счета. И да, на каждый счет будет действовать льгота 30 миллионов. Но тут важное условие, что если каждый год закрывать по одному ИИСу, то за один год можно иметь льготу в 30 миллионов. То есть нельзя будет через пять лет разом закрыть все три счета и получить максимальную льготу в 90. То есть нужно будет открыть, можно будет открыть три счета, например, в 24-м. Через пять лет в 29-м закрыть первый ИИС. И, допустим, там будет льгота 30 миллионов и полностью ее выбрать. Соответственно, в 30-м году еще один ИИС закрыть, второй из трех, и еще полностью использовать льготу. И в 31-м получается третий ИИС. Вот это то, что я узнал. То есть единственный вот этот момент. Спасибо большое вам за комментарий. Я как раз таких ограничений не нашла. То есть я не нашла описание, что в год закрытия можно использовать только эти 30 миллионов. Но, как говорится, посмотрим, будут все равно пояснения. Скорее всего, они поступят уже к 26-му году, когда у нас будут сконвертированные ИИС типа Б закрываться, и люди будут спрашивать, а вот что мне делать. Я думаю, что мы как раз к 26-му, 27-му году уже будем точно знать, как это работает. Да, я бы хотел, знаете, как можно еще раз… Вот я просто вижу, что люди подключаются активно. Давайте вот на такую мы часть прошли уже. Тезисно пройдемся еще раз по третьему типу. Я сейчас повторю, да, а вы меня дополните, если я что-то упущу. Получается, ИИС третьего типа. Все, то есть с этого года можно только его открыть. Закон пока сыроват в части конвертации. То есть не все брокера, например, сейчас дают возможность конвертироваться. Поэтому если у человека на сегодня есть ИИС старого типа, первого или второго, нужно уточнять, у брокера можно ли сконвертироваться. Плюс там еще вроде как нужно будет подавать в налоговую документ о конвертации, собственно, в третий тип, чтобы налоговая видела это. Насколько мне сейчас известно. То есть вот эти моменты еще как бы они пока в таком подвешенном состоянии. И там все ждут, собственно, бумагу для конвертации. Даже у каких-то очень крупных брокеров. Собственно, по льготам. Получается, из третьего типа до трех штук на одно физлицо. Открытие можно и закрыть, вот если открывать в 24-м году, то закрыть можно через пять лет. И постепенно, с каждым годом этот срок будет, как я понимаю, увеличиваться вправо, вплоть до 10. Поэтому если, в принципе, задумываетесь о том, чтобы открыть ИИС третьего типа, то, возможно, есть смысл даже открыть его сейчас. Пусть он будет даже пустой. Но там хотя бы будет идти срок. По льготам. Там будет, получается, объединяться две льготы. Первого и второго типа. То есть будет льгота на взнос. То есть внесли там энную сумму. Пока мы понимаем, что налоговые ставки меняются. Но пока это только 400 тысяч внесли, 52 тысячи вернули. Скорее всего, эта сумма будет увеличиваться. Конечно, ограничений по внесенной сумме уже нет. И помимо бонуса на вычет, есть еще бонус по налогам. Он ограничен 30 миллионами прибыли на один ИИС. То есть условно, для примера, просто внесли 10 миллионов на счет ИИС-3. Прошло пять лет. У вас стало 40 миллионов. То есть вы из 10 миллионов сделали 40. Заработали. И вот у вас получается прибыль 30 миллионов. При закрытии счета ИИС-3 спустя пять лет вот эти 30 миллионов прибыли не будут облагаться налогом по той ставке, которая там будет, соответственно, у вас. И, соответственно, таких счетов можно открыть три. Мы с Валерией пока до конца не знаем, можно ли будет закрыть сразу три счета через пять лет и получить максимальную льготу. То есть 90 миллионов. По моей информации, нужно будет раз в год закрывать. Но, возможно, там что-то поменяется, поэтому вот этот момент тоже нужно понимать, что он пока тоже в подвешенном состоянии. Но, тем не менее, ориентиры есть. Вы можете примерно понимать, что если вы там зарабатываете 14-15% в год, то можно посчитать, сколько вам нужно сегодня внести, чтобы полностью получить льготу через пять лет. Вроде вот я основные моменты проговорил. Валерия, дополните меня, если я что-то забыла. Да, я двумя моментами дополню. Еще один важный момент, такой плюс, да, это возможность снять деньги с ИИС без его закрытия в случае, если нужно оплатить дорогостоящее лечение. Есть определенный перечень, который утвердило наше правительство 18 января 2024 года, если я не ошибаюсь, номер 76Р или 78Р. Туда входят такие заболевания, как инфаркт, острый инфаркт миокарда, туберкулез. В общем, там такие достаточно серьезные заболевания. Их всего, по-моему, 18 пунктов. То есть там перечень закрытый не на все, что... Ну, могут вам сказать, что это дорогостоящее лечение, или вы считаете, что это дорогостоящее лечение. Не на все. То есть жизненно важные такие виды лечения, они как раз в этом перечне утверждены. И я рекомендую с ними все-таки ознакомиться, чтобы знать. И это никак нельзя сопоставить с теми видами дорогостоящего лечения, по которым мы получаем обычный социальный вычет. Знаете, со всей суммы затрат 13-15%. Нет, они не коррелируются практически. Ну, что-то может там совпадать, да, но перечни это разные. Потом это, ну, скорее плюс, да. А минус, я бы сказала, что в вычет по ИИС подмешали сейчас еще... Ну, такое слово, да, сленговое. Подмешали вычет по взносам государственной пенсионной фонды. То есть если вы, например, сделали сами взнос себе на пенсию самостоятельно, вы имеете право на социальный налоговый вычет. И вот если вы, например, сделали, каким образом, в ИИС вложили, так скажем, 300 тысяч, а на пенсию положили себе 200 тысяч, то у вас общая сумма вычета будет не 600, как полагается, да, а 400. Вот, то есть с этой суммы максимальной. Она складывается и обрезается по планке 400 тысяч. Ну, я вижу в этом минус. Почему? Потому что вычет по ИИС становится не таким обособленным. Но, с другой стороны, немного разгрузили социальные вычеты, в которые включаются практически все виды социальных затрат, которые вот у нас перечислены в статье 219 Налогового кодекса. Вот, как бы я бы все-таки это отнесла к минусу, на мой взгляд. У меня все. Ну, можно тут еще добавить. Вот владельцы текущих ИИС, например, знают, что можно выводить дивиденды на карты. Многие проклятся предоставлять возможности, купоны. Но пока, пока, с ИИС-3 в законе прописано, что нельзя будет выводить. Но инвест-сообщество очень хочет, чтобы такая возможность была. И ЦБ тоже об этом говорила, что этот пункт довольно имеет весомый коэффициент, скажем так, в принятии решения об открытии ИИС. Потому что многие инвестируют, ну, в том числе, чтобы получать какой-то денежный поток. Да, можно его тратить, например. И, конечно, хотелось бы иметь возможность получать этот денежный поток с ИИС-3 типа. Но пока этого сделать нельзя. Поэтому при решении на сегодня нужно это учитывать, иметь в виду. Да, я согласна. Сейчас закон сырой. Все равно его в любом случае будут корректировать и дополнять пояснениями. А мы должны просто следить за этим и включаться в работу. Если что-то не нравится инвест-сообществу, то нужно обязательно об этом сообщать. К счастью, многие запросы наши законодатели учитывают. Я наблюдаю за правоприменительной практикой. Очень часто нас слышат. Ну, тут можно опять-таки и из старых типов применить. Раньше не было возможности вводить дивиденд на карту из старых типов. Это, по-моему, потом только ввели. То есть, в любом случае, это подвижная субстанция, и закон подвижен. И всегда вводятся какие-то новые дополнения. У государства есть, как мы видим, четкий план на развитие этого направления. Инвестиции в длинные деньги. Поэтому я тоже не исключаю, что со временем такую возможность дадут инвесторам. Да, Алексей, мы с вами еще не сказали очень важную вещь. Вы когда начали говорить про то, что наши законодатели смотрят вперед на развитие, я хотела бы сказать, что мы можем инвестировать только в российские бумаги, которые торгуются у нас на наших биржах и имеют российские корни. То есть, те наши российские компании с иностранной регистрацией, они уже не будут доступны на ИИС. То есть, они сейчас и на ИИС старых типов недоступны. Но если кто-то успел приобрести такие бумаги ранее, еще в старых годах, и до сих пор эти бумаги каким-то образом имеются на счетах, то по ним пока нет никаких запретов. Но сейчас очень много санкционных бумаг, очень много заблокированных и так далее. Но я сейчас не хочу в это погружаться. Я просто хочу сказать, что в ИИС-3 теперь вообще нельзя смотреть в эту сторону. Да, я добавлю от себя. Я думаю, что здесь многие понимают, о чем речь. Смотрите, за последние два года процесс так называемой редоминцеляции или по-русски переезда компаний, которые зарегистрированы на Кипре, в Нидерландах, он активно шел. И, на мой взгляд, он уже на финальной стадии. И какие компании нельзя будет покупать на ИИС-3? Это Русага, это Лон, Озон и, по-моему, ЦАН еще не переехал. Это те самые депозитарные расписки на акции. То есть эти компании, которые работают в России, у них все операционные дочки в России, но головная структура зарегистрирована в зарубежном недружественном государстве. И процесс этот постепенно, он конечен. То есть раньше этих компаний было существенно больше. Например, Яндекс стал российским, X5 вот переехала, и скоро расписки уйдут с биржи. Но всем инвесторам, кто их покупал, уже начислены акции корпоративного центра X5. Вот, например, у меня на ИИС были куплены X5-расписки, когда это еще можно было купить. И сейчас там две бумаги. Собственно, X5-расписки и X5-корпоративный центр. Поэтому, даже открыв сейчас ИС-3, если вы, например, очень хотите купить Росагра, но вот Росагра, например, попала в список экономически значимых организаций, и она, я думаю, что в 2025 году уже станет российской компанией. И, соответственно, в 2025, когда начнутся торги уже российскими акциями, вы сможете их купить. Или, например, X5 объявила о том, что уже 9 января можно будет торговать их акциями, и вы также можете их купить на ИИСе. Например, Яндекс, который ранее был, опять-таки, зарубежным, уже можно покупать, потому что он этим летом переехал. Но это классное замечание. Хорошо, что вы об этом сказали. Мне кажется, это действительно важно. Но, тем не менее, там список бумаг, он уже очень маленький. И я думаю, что все понимают сейчас, что инвестировать в российские активы намного безопаснее, чем зарубежные. Да, спасибо, Алексей. Я думаю, что можно подвести, так сказать, черту под особенностями, да? Да, будет здорово, если вы еще раз, может быть, как в формате отличия скажете, или просто особенности. Ну, давайте в формате отличия, так будет нагляднее, да? То есть сейчас у нас ИИС-3 разрешает получать два вычета одновременно. Это вычет на взнос и вычет со всей прибыли, но с ограничением по верхней планке 30 миллионов рублей. На ИИС-1 и 2 типа можно выбрать, ну, либо вычет по взносу, либо вычет по всей прибыли. На ИИС-3 теперь можно вносить денежные средства неограниченно, но на ИИС-1 и 2 типа только миллион рублей в год. ИИС-3, здесь мы можем инвестировать в бумаги, но не можем выводить дивиденды и купоны на другие счета. ИИС-1 и ИИС-2 пока эта возможность остается. Далее, что еще? Общего. Общего в ИИС-1 и ИИС-3, это когда у нас вычет на взнос получается, то пока максимальная сумма вычета 400 тысяч рублей. Дальше. Можно открывать ИИС-3 три счета одновременно. ИИС-1 или типа 2 мог быть только один. Единственное исключение – это когда мы переводили, например, бумаги из одного ИИС, открытые у другого брокера. И тогда эти два счета могли существовать в течение 30 дней. Нередко такие ситуации складывались, и они как раз становились проблемой для получения вычетов по взносу. Потому что бывало так, что не закрывались, считали, инвестор забывал проследить за этим. Не всегда брокеры обращали на это внимание, и бывали проблемы. Но, к счастью, мы разбирались с этими кейсами, и проблем не составляло. Людям возвращали их деньги. На обоих вычетах типов 1, 2 и 3 можно инвестировать только в российские бумаги. Ну и, пожалуй, по ИИС-3 мы можем деньги выводить без его закрытия на дорогостоящие лечения, которые перечислены в перечне правительства. А ИИС-1 и типа 2 вывод средств был равен закрытию. Ну, по-моему, это уже все моменты подсветили. Да, и сроки, сроки, сроки льготы, сроки, самое важное. И ИИС-3 типа, чтобы пользоваться льготами, им нужно владеть не менее 5 лет, а с 2031 года не менее 10 лет. С 2027 по 31 у нас будет добавляться по году к 5 годам. И в конечном итоге это будет долгосрочный проект. И с первого и второго типа достаточно 3 года, чтобы пользоваться льготой. Ну и пойдут в зачет 3 года, собственно, старых типов при конвертации. Да. Я думаю, что мы можем перейти к вопросам. Их довольно много, как раз у нас первая половина прошла. Я буду зачитывать, а тогда, Валерия, на вас ответ. А если что, я тоже какие-то моменты со своей стороны подскажу, если знаю. Да, окей. Евгения спрашивает технический вопрос, когда будет готов документ для ФНС о смене ИИС. Хороший вопрос. Я понимаю, речь про конвертацию, да. Изучала я его буквально на прошлой неделе. Пока разрабатывается форма, такой формы нет. Более того, у нас с некоторыми клиентами были кейсы, когда клиент считал, что налоговая знает, что ИИС был сконвертирован. Мы делали запрос, соответствующий в налоговую, а налоговая говорит, мы не видим конвертации, мы видим, что вы один ИИС закрыли, другой открыли. То есть на сегодняшний день механизм не налажен. И он налаживается с обеих сторон. С обеих сторон ИФНС проводит работы и брокеры. То есть я думаю, что мы увидим все-таки какой-то результат. Не знаю, закончат ли они к концу этого года работа большая, работа технического плана. Но все, кто сейчас имеет уже случившийся факт конвертации, я все же рекомендую обратиться в свою инспекцию по месту регистрации и сообщить в свободной форме о том, что произведена конвертация, что был такой ИИС, стал вот такой ИИС в силу вот такого-то закона. Это позволит вам хотя бы обозначить ситуацию. И в случае, когда появится автоматический обмен информации между брокерами налоговой, либо форма появится какая-то уже понятная, то в принципе всегда что-то новое появляется, происходят какие-то баги. И чтобы не было потом проблем с вычетами, я имею в виду, если вы не сообщите каким-то образом до конца этого года, что у вас была конвертация, вы рискуете потерять возможность получать налоговый льгот. И налоговый будет считать, что у вас новый ИИС. Новый ИИС, у вас нет никаких льгот. Поэтому рекомендую вам не затягивать этот момент. Есть еще время до конца года. Налоговый в течение 30 дней рассматривает обращение. Можете написать и ждать, собственно, ответа в личном кабинете, приняла ли налоговая к сведению, либо вам налоговый даст какие-то рекомендации свои. Никита спрашивает, а для чего вообще это нужно, заморозить деньги на 10 лет с непонятными перспективами? Ну, это, скорее всего, не к нам вопрос, для чего это нужно. Мы можем сделать просто свои выводы. Наше государство старается создать более долгосрочную историю с гражданами в виде долгосрочных вложений по опыту коллег зарубежных своих, когда граждане являются основным источником финансирования государства. Взамен государство дает какие-то льготы и возможности. То есть заработать больше, чем можно это сделать на вкладах тех же банковских. Ну, скорее всего, это, ну, на мой взгляд, это такая попытка наш фондовый рынок внутри нашего контура вывести на еще более высокий уровень, заинтересовать граждан в долгосрочной перспективе, чтобы люди не боялись вкладывать именно в российский рынок, да, так как наши инвесторы показали очень большой интерес свой к зарубежным акциям, зарубежным бумагам. Поэтому хотелось бы привлечь все эти инвестиции внутри страны, в страну. Я от себя могу добавить, что, во-первых, не 10 лет, а 5. То есть если вы сейчас открываете, то 5 лет. Все-таки 5 и 10 – большая разница. Во-вторых, если у вас был старый тип, то это вообще сумма, точнее этот срок уменьшается до двух лет. А основное, для чего это делается, ну, государство вам говорит, инвестируете в долгую, взамен, да, как бы подмораживаете деньги, но взамен получаете очень неплохие льготы. Понятно, что 52 тысячи рублей, там, это относительно 400 тысяч рублей неплохая сумма, да, там 13%. Если вы инвестируете, там, миллионами рублей в год, то эти 52 тысячи, они уже роли не играют. Но если вы инвестируете большими суммами, государство вам говорит, окей, продолжайте инвестировать, и через 5 лет можете не платить налоги с прибыли до 30 миллионов рублей. Ну, посчитайте, сколько налогов нужно будет заплатить с прибыли от 30 миллионов, даже, там, по 13-й ставке. Со следующего года, скорее всего, это будет 15 ставка, если у вас доходы, да, соответствующие. Ну, по-моему, это того стоит. Учитывая, что можно открыть до трех счетов, ну, мне кажется, 5 лет за такие деньги действительно имеет смысл. Поэтому тут уже каждый, конечно, сам решается, нужны ли мы это или нет. Второй вопрос от Никиты. Могут ли инвесторы по-прежнему использовать из первого типа? Да, мы уже отвечали. Могут просто продлевать его и не закрывать. Валерий, я просто буду зачитывать вопросы, на которые мы уже отвечали. Я просто скажу, что мы уже отвечали, чтобы люди, ну, понимали. У Юрия есть из второго типа, могут ли открыть третьего типа? Нет. Нужно либо конвертировать второй тип в третий, либо закрыть второй тип и открыть третий. Вот, кстати говоря, Валерия, у меня к вам вопрос. Мы, по-моему, про это вообще не проговорили. И он родился вот сейчас. Я вспомнил. Допустим, у меня есть второго типа, и там, ну, есть прибыль, да, я не знаю, там, условно миллион рублей, да. Если я конвертируюсь, эти льготы, они сохраняются. Вот. И касательно первого типа, например, да, я там же держу какие-то акции. Если я конвертируюсь в третий тип, у меня по этим акциям будут уже новые льготы. Или там какая-то вот отсечка идет, да, что если я первый тип конвертировал, там зафиксировалась там какая-то прибыль по этим позициям и налоги там по этому типу первому. Я буду должен заплатить все-таки, если у меня первый тип и конвертируюсь в третий. Вот этот момент вы уточняли? Я правильно понимаю. То есть если вы сейчас, у вас подошел срок уже трех лет по ИИСу первого типа, но вы решили его сконвертировать в ИИС третьего типа, но при этом вы ничего не делаете, вы просто переводите бумаги и все. Да, но у меня за эти три года были сделки, по ним была прибыль. Налоги, естественно, я не платил, потому что налоги на ИИСе платятся в конце, при закрытии, и, соответственно, при конвертации я заплачу вот этот налог, который у меня образовался от сделок с прибылью. Я полагаю, что при конвертации начнут работать правила третьего типа, ИИСа третьего типа. Все правила, которые распространялись на ИИС первого или второго типа, они нивелируются. Просто они не смогут при конвертации, то есть у вас обновляются условия. Звучит это все так? Для меня тоже, в моем понимании, это именно так, что если я первый тип конвертирую в третий, то я, ну, собственно, льготы я получал, вот эти вычеты, но так как налог на прибыль у меня все-таки есть, у меня же не второй тип, то мне придется его заплатить, а уже как бы и из третьего типа, вот с момента конвертации, уже как бы льгота по налогу будет действовать. Но по старому типу придется платить. Я думаю, что нет. Если вы сконвертируете ИИС, вы ИИС не закрываете, да? Вот вы получали вычет на взносы, но вы его не закрываете. Дальше вы его конвертируете. Вы можете продолжать дальше получать вычет на взносы, но через два года вы сможете при закрытии ИИС не платить налог. Вот не платить налог за эти два года из третьего типа или первые три года? За весь период. За весь период. Зачет же идет три года владения. Я считаю, что будет именно так. Тогда мы просто всю привлекательность этого счета убиваем. В конвертации смысл конвертироваться, если все равно придется платить налог. Тогда проще закрыть, если хочется воспользоваться типом В. и открыть заново. Но это не совсем интересно, если хочется счет еще поддержать. Тогда имеет смысл открыть счет третьего типа и просто перевести бумаги с первого ИИС и его закрыть. Ну, просто... Ну, как бы... Я вижу только такой вариант. Либо закрывать с льготой и потом открывать нового типа. Ну, либо... Либо это будет так, как я говорю, что все условия будут действовать ИИС третьего типа. Не нужно будет... Через два года не нужно будет платить налоги. Хорошо. Так, двигаемся дальше. Ну, Светлана, да, мы уже отвечали, почему нельзя выводить дивиденды. По ИИСу третьего типа пока на сегодняшний день такого возможности нет, согласно закону. Владимир спрашивает, если ИИС типа А, то есть первый тип, закрыть в первый день четвертого года, льготы потеряются или нет? Это как вот мы сейчас рассматривали вопрос. То есть если мы переводим... ИИС, да. Не, не переводим. Просто Владимир спрашивает, если закрыть именно закрыть ИИС первого типа. Первого типа? Да, спустя... Четыре года? Да, четыре года, получается. Нет, нет. Ну, там первый день четвертого года. То есть три года и один день, получается. Нет, нет, ничего не потеряется, потому что три года прошли. Для счетов открытых с 1 января 15-го года по 31 декабря 23-го года, как правило, действовали, так и действуют. Вот три года счет был открыт, неважно, да, там, календарный год ли он, 1-го ли января вы открыли, 1-го мая вы открыли. Вот открыли 1-го мая 2018-го года, 1-го мая, там, точнее, 30-го апреля 2020, простите, 1-го года, да, получается, три года прошли, правильно? Все, со следующего дня вы можете счет закрывать, и право у вас на вычет, оно никуда не испарится, на взносы, то есть не нужно будет восстанавливать вычет к возврату. Еще Владимир уточняет, вот цены бумаги при закрытии ИС-Типа перенести на брокерский счет обычный, можно или нет? Потому что я помню, что ранее, ранее, еще до ИС-3, такая опция была, то есть я писал брокеру, он переводил бумаги на, получается, обычный брокерский счет, а ИС-3 закрывал. Вот сейчас это возможно? Да, сейчас с ИС-3 это невозможно. Я читала, что с ИС-3 такого не будет. Либо вы закрываете счет, продаете бумаги, либо вы открываете новый ИС, и на этот ИС переводите бумаги. Нельзя будет перевести бумаги на брокерский счет. Ну, то есть либо закрываем счет, продавая бумаги, либо конвертируемся в третий тип. Да. Все понятно. Юрий спрашивает про программу долгосрочных сбережений на пенсию, так называемая ПДСП, если вы с этим знакомы. Вопрос следующий. Есть ли конфликт в количестве открытых ПДСП и ИС-3 типа? Потому что, как он написал, что ПДСП можно тоже открыть, и вот нет ли тут конфликта? Я на этот вопрос сейчас не готова ответить, но я готова дать развернутый ответ специально для вашего канала чуть позже, когда погружусь. Я поверхностно изучала вопрос, но есть ли ограничения, сказать сейчас не могу. Ну, из того, что я читал, нигде не видел каких-то ограничений, потому что из третьего типа, но, как я понимаю, он идет особняком. А все, что связано с пенсией, это отдельный закон. Но да, тут лучше, конечно... Да, лучше почитать. Так, Юрий спрашивает по поводу написать вопрос в ЦБ по поводу 30 миллионов. Да, можно написать, но ответ, правда, будет долгим. Вот пока что нигде противоречий мы не нашли. Лучше написать в центральный аппарат ФНС ответят быстрее, чем в Центробанке. По крайней мере, будет хоть какая-то позиция. Да, вот Светлана спрашивает, как перевести ИС-1, ИС-3 с сохранением льгот. Светлана мы уже отвечали, да, если у вас ИС-1 типа три года, то это все сохранится. Как перевести? Нужно написать брокеру, спросить у него, есть ли вообще возможность сейчас конкретно у вашего брокера конвертировать ИС-1, ИС-3. И, соответственно, если есть, то конвертируется в Газпромбанк инвестиций. Это, насколько мне известно, в процессе реализации. То есть на сегодня пока нет, но в скором времени хотим сделать. Да, и обязательно уведомить необходимо свою инспекцию, где состоите на учете, что вы свой счет старого типа сконвертировали в новый счет с приложением подтверждающих документов. Это просто письмо нужно сделать на почту? Сейчас, да. Сейчас есть в личном кабинете просто форма свободного обращения. Можно обратиться в форму свободного обращения, через эту форму свободного обращения. Но обычно в конце октября ФНС выпускает обновления разного вида, декларации, уведомления. Возможно, такая форма к концу года появится. Нужно проверять. Я думаю, что мы будем одни из первых, кто сообщит об этом нашим клиентам, что такая форма появилась. Но тем не менее, я, опять же, рекомендую позаботиться о себе заранее. Не перекладывать это на голову менеджера, финансового советника, брокера, кого угодно. Это ваши личные деньги, ваши льготы. Все, что вы сэкономите, вы заработаете, вложите еще. Поэтому нужно придерживаться этих правил, следить самостоятельно за своими счетами и вовремя уведомлять налоговую, чтобы потом не было проблем и не было досадного осадка. По поводу нашего брокера я еще хотел сказать. Сейчас действительно есть проблема в том, чтобы провести конвертацию. Если даже у вас, Светлана, либо у кого-то еще, есть желание открытие из третьего типа, но у вас, например, на сегодня только из первого или второго типа, то, ну, как вариант, да, если там меньше трех лет, например, или три года, да, то есть можно закрыть просто из старого типа, продав бумаги, открыть из третьего типа и, соответственно, как бы пользоваться всеми теми же льготами. Единственное, да, вы потеряете срок. Ну, вот если, ну, конвертация, как я и сказал, должна быть уже в скором времени, поэтому я бы не спешил. Лучше дождаться момента, когда брокер будет давать возможность конвертировать старый из в новый. Станислав спрашивает, можно ли кризом первого, второго типа открыть третий. Станислав, нет, нельзя. С купонов по облигациям не будут вычитать НДФЛ, пока не закрыл из три. А в конце высчитают или уйдет в прибыль. А, ну, то есть, как я понимаю, Светлана спрашивает про купоны, будут ли они облагаться налогом на из третьего типа. Светлана, насколько мне известно, нет, купоны не облагаются налогом. И, да, они пойдут в эти 30 миллионов, которые вот потом можно получить льготу. Валерия, если я не прав, попросим. Да, все верно. Купоны будут составлять прибыль, но льгота будет на них распространяться. Не распространяются на льготу, а только на дивиденды. Да, потому что дивиденды приходят уже за вычетом налога. Была дискуссия с ЦБ и с Минфином. Хотели вот еще один бонус сделать, да, чтобы получать дивиденды полной стоимости без налога на из третьего типа, но Минфин нам отказал. Поэтому только купоны. Получается, налог с прибыли от продажи там чего-либо, акции, облигации, да, с прибылью плюс купон. Да, все верно. Так, Юрий спрашивает, возврат 13% фиксированная сумма или зависит от размера зарплаты? Она скорее зависит от размера ставки налогообложения для конкретно вас. Да, уровня зарплаты и максимальная сумма это 400 тысяч рублей. Если у вас налоговая база по зарплате, ну, я говорю сейчас не другие доходы, которые позволяют, да, там, получать такой вычет, вот только зарплата. Если у вас зарплата до 2 миллионов 400 тысяч, то у вас будет возврат 52 тысячи. Если у вас годовой доход превышает, значит, 2 миллиона 400 тысяч, то НДФЛ, который вы будете платить, это 13% плюс 15% с превышающей суммы. Поэтому вы сможете вернуть себе как минимум 60 тысяч рублей. Ну, а если доход еще больше, то и, соответственно, сумма вычета. Мы всегда возвращаем НДФЛ сначала по повышенной ставке, да. То есть вот если превышение там есть большое, то вот по повышенной ставке возвращаем. Поэтому в зависимости от того, какой НДФЛ с вас будет удержан, в какой ставке, но не более чем 400 тысяч будет как вот лимит, с которого будет браться этот процент. Светлана спрашивает, смысл открывать из третьего типа, если не дадут возможность вводить дивиденды. 13% сразу высчитывают. Тут долгосрочное владение, тут идет речь об ЛДВ, льготы на долгосрочное владение трехлетнее, тоже дает льготу, собственно, по налогам, и условия вывода неограничны. Светлана, я тут с вами не соглашусь, потому что есть понятие ЛДВ, да, то есть когда вы 3 года купили акцию, 3 года ее держите, не докупаете, и через 3 года имейте возможность иметь льготу по налогам. Но на фондовом рынке России все так быстро меняется, что 2 года назад условная Сегежа была очень классным растущим бизнесом, и все инвесторы там ее очень любили, да, а потом получается так, что компания имеет отрицательную операционную прибыль, и как бы если вы понимали, что все идет плохо, то вы, естественно, ну, желательно, конечно, такие акции продавать, да, чтобы не понести убытков. И из-за того, что на рынке, да и в принципе в бизнесе все очень быстро меняется, ЛДВ, как правило, мало кто до нее доходит, да, то есть плюс может быть такая история, что вот вы там 2,5 года все было супер, акции росли, у вас огромная прибыль, и вот вам осталось там буквально пару месяцев до ЛДВ, а за эти пару месяцев что-то происходит, рынок падает, и у вас нулевая прибыль. И какой смысл от ЛДВ тогда в этом случае? А из третьего типа вам позволяет продавать, покупать акции, получать прибыль, и с нее уже не платить налоги, и не ждать эти 3 года. И на мой взгляд, это более подходящий инструмент, ну, опять-таки, наш призыв, что за профилем нужно следить. То есть это, ну, нельзя его купить и забыть там 3 года на самотек пустить, потому что, ну, опять-таки, да, все меняется. Я еще хотела дополнить, что не забывайте, часто инвестор, купив бумагу, решает продать ее, ну, сделать репо, да. Очень много сделок с репо у нас совершается, судя по отчетности. Сделки с репо прекращают срок владения бумагой. Поэтому не может идти речи об ЛДВ, если вы бумагу сдаете в репо. Вы считали, что вы бумагой владели 5 лет, но вы все 5 лет ее регулярно там сдавали в репо. Соответственно, вы ей владели не 5 лет, а все те отрезки времени между репо, когда бумага вам обратно возвращалась. Поэтому, чтобы получить чистый ЛДВ, то нужно выбрать такого эмитента, который, в принципе, всегда показывает рост, где вы уверены в нем, что точно ничего не случится, и вкладывать. И потом ЛДВ, опять же, ЛДВ, он имеет лимит, да. Это 3 миллиона в год. То есть 3 миллиона на 3 года – это 9 миллионов. А прибыль вы можете получить за 3 года не 9 миллионов с бумаги, например, а больше. Тогда у вас все равно возникает риск заплатить налог. Если мы говорим про ИИС-3, то здесь у нас льгота уже 30 миллионов на 5 лет. Но если мы сравним с ЛДВ, это 15 миллионов. По 3 миллиона за каждый год из 5 – это 15 миллионов льгота. А если мы говорим про ИИС, это 30 миллионов. Ну, если вот так вот сравнивать. Да, можно сейчас мне сказать, что так-то у нас льгота ЛДВ на каждую бумагу применяется, а в ИИС можно только вот на общую прибыль. С этим я спорить не буду. Если у вас очень большой портфель, и по каждой бумаге у вас там будет огромный плюс, и здесь ЛДВ интереснее, то да. Здесь, опять же, нужно смотреть на инвестиционную вашу стратегию. Но чаще всего в классике – это несколько бумаг, 2-3 бумаги, которые реально доживают до ЛДВ. Да, я тут полностью согласен. И лично сам я планирую открывать из третьего типа как раз-таки из-за этих особенностей. Потому что раньше я тоже думал, что ЛДВ – это супер. Но, опять-таки, наверное, основной момент, что мир меняется, страна развивается, бизнесы меняются. И как в лучшую, так и в худшую сторону. И сидеть, ждать ЛДВ ради ЛДВ – это, ну, как минимум, глупо, в моем понимании. И лучше быть более подвижным. А, соответственно, из третьего типа позволяет как раз-таки эту подвижность сохранить, не дожидаясь ЛДВ, но при этом получать льготу по прибыли. Так спрашивают, какой крайний срок трансформации ИИС в ИИС-3? Срока нет, по крайней мере, пока. Почему дивиденды не вводятся с ИИС-1, не то на инвестиции? Пока такой возможности нет, но мы, опять-таки, тоже на ней работаем. Напомню, брокеры не вводят в инвестиции порядка 4-5 лет. Другие брокера на рынке уже больше 20 лет, и технические моменты, они все постепенно приходят. Поэтому думаю, что рано или поздно мы тоже эту возможность добавим. Можно ли покупать золото на ИИС-3? Да, по-моему, можно. Это, ну, если мы говорим про, там, БПИФ на золото, либо само непосредственно золото, это российская бумага. Обязательно, чтобы это были ПИИ открытых фондов. Ну да, там, БПИФы, о которых мы говорим. Так, тут в основном мы все, что уже озвучивали. Алексей, еще такой момент озвучьте, пожалуйста. Я думаю, что он важен, и не у всех он отложился. То нельзя одновременно иметь ИИС типа 1 или 2 и ИИС типа 3. Нельзя. То есть мы либо закрываем счет, да, старый свой, и открываем ИИС третьего типа, либо конвертируем. То есть если у вас сейчас есть старый счет, и вы не знаете, что с ним делать, и вам хочется открыть ИИС третьего типа, то здесь нужно принять решение с точки зрения вашего инвестиционного горизонта и налоговой стратегии. Вот я бы хотела, чтобы вы на этом прям заострили внимание. Мне кажется, у многих сложилось впечатление, что можно и тип первого типа, и второго типа. Да, вы уже отвечали на этот вопрос, но я все-таки хочу, чтобы заострили на этом еще раз внимание. Да, мне кажется, у вас это хорошо получилось. Даже не стоит дополнять. Но давайте еще раз. Можно владеть либо ИИС-1, либо ИИС-2 и продолжать им владеть одним из двух типов первых, которые были ранее, либо только ИИС-3. Вот по-другому нельзя. Да, и рекомендуем подумать о том, что если все-таки вы хотите перейти в сторону ИИС-3, или вы еще пока вообще не открыли ни одного счета ИИС, откройте сразу три. Вдруг можно будет получить льготу в 90 миллионов за раз. Еще я от себя добавлю. Вот я, честно говоря, жалею, что я открыл ИИС первого типа. Хотя тогда, когда я его открывал, я думал, что ого, там, ну, 52 тысячи класс в год получать там допом, условно там, грубо говоря, 13-я зарплата, да. Но потом, когда, как правило, там, если человек еще раз, особенно молодой или девушка, доходы растут вместе с компетенциями, и, там, карьера или, там, ну, неважно, да. Так или иначе, мы все стремимся зарабатывать больше, развиваться. И со временем я понял, что ИИС второго типа был намного бы выгоднее для меня, просто потому что суммы инвестиций увеличились, и прибыль увеличилась. И поэтому я вот поддерживаю Валерию с точки зрения, что я бы сейчас открыл бы сразу три типа ИИСа, чтобы у вас там сразу шел срок. И, возможно, там, сейчас вы можете его пополнить на миллион рублей, а через два года, там, не знаю, у вас так сложится карьера здорово, что вы будете зарабатывать уже, там, 7-10 миллионов в год, да, и сможете пополнять сильно больше. И, а если там еще и рынок растущий будет, ну, вы 10 раз себя поблагодарите, что просто нажали три раза открыть счет. С вас никто не берет чего-то, да, если вы открываете сразу три типа. То есть кушать они не просят, комиссию там тоже не просят. Соответственно, как бы, ну, пускай будут, вдруг они вам потребуются потом, и вы поймете, что там вы можете как-то эффективно ими воспользоваться. Так, сейчас я вот тут, да, еще посмотрю вопросы. На большую часть мы уже отвечали, да и время уже, целый час общаемся. Поэтому, если что-то еще будет. Вот Виталий спрашивает про ГЛД Рубтом. Это, собственно, золото, да, на ИС-3. Давайте сейчас, секунду, посмотрим. Да, в моем понимании, золото через ГЛД Рубтом можно покупать будет на ИС-3, и налог на прибыль платить не придется. Облигации в юанях тоже. Главное, чтобы у бумаги был… Ну, смотрите, облигации в юанях, то есть имеется в виду, что если вы условно купили там за 80 от номинала, а продали по 100, там, 10 от номинала, да, то вот с этой прибыли нет, с купонов тоже нет. Но это все должно касаться именно российских ценных бумаг. То есть у них должен быть айфин-код бумаги начинаться на РУ. Валерия, вроде так, да, если я правильно понимаю, именно с точки зрения закона. Да-да, все верно. По-моему, да. Вот я так пробежался. Вот последний вопрос от Дмитрия. Ну да, давайте последние несколько вопросов от Ильи. Между тремя и ИС-3 у разных блокиров можно переводить средства, ценные бумаги? Нужно начать с того, что ИС-3, да и, в принципе, любой ИС можно пополнить только рублями. То есть можно, да, конвертироваться из старого типа в новый, но вот если вы просто открыли с нуля ИС-3, то пополнить его можно только рублями, насколько я знаю. Вот Валерия тут подскажет. Да, пока для нового типа пока только эта опция. Про другую валюту еще нигде ничего не говорилось. Если у вас старого типа, если там есть валюта, то там еще позволяют какие-то операции проводить. Но на счетах нового типа только рубли. Ну вот, соответственно, да, там Андрей спрашивает, можно ли пополнять акции? Нет, пока нельзя. То есть можно конвертировать старый ИС, да, и акции просто перейдут. Но если бы говорить про именно ИС-3, только рубли. Дальше вот спрашивают, значит, можно конвертировать ИС в ИС-3 и сразу открыть еще два ИС-3. Да, то есть логика такая, что вы конвертируете ИС старого типа, вы из третьего типа, потом идете на сайт налоговый и делаете обращение в свободной форме, куда прикладываете документы об открытии ИС-3 и пишете им, что добрый день, там условно, я открыл ИС-3 или, точнее, конвертировал свой старый ИС-3 согласно такому-то закону, вот там подтверждающие документы. Валерия, я правильно говорю? Да, я рекомендую поступать сейчас так, до того момента, пока не выйдет форма. Сроков, когда эта форма появится, увы, нет. Ну да. А потом, уже после того, как вы это все сделали, можно еще два ИС-3 открыть. Вот, Валерия, у меня вопрос, наверняка вы знаете лучше меня. Можно ли открыть ИС-3 у разных брокеров? То есть три ИС-3 у разных брокеров третьего типа? По-моему, так и нужно сделать. Именно у разных брокеров это сделать. А почему нужно? Подскажите, почему нельзя сразу три типа у одного брокера? Я читала закон. В законе есть статья. Так, ну, я сейчас быстро не открою, не найду. Там как раз-таки сказано, по-моему, о том, что это должно быть три разных брокера. Но, возможно, я просто в спешке не так интерпретировала. По-моему, нужно именно и трех разных брокеров. Хотя я не вижу разницы. Я не вижу разницы, какой налоговый агент будет администрировать, в принципе, этот счет. Ну да, вот этот момент можем уточнить, да, и потом вернуться. Ну, либо, опять-таки, напомню, вот Валерия ведет, собственно, канал, да, и в компании, где там также, может быть, потом в будущем Валерия вот эти моменты подсветит и раскроет. Поэтому, если вам интересно, эта тема обязательно посмотрите, подпишитесь, почитайте. Да, Алексей, спасибо. Я как раз-таки хотела сказать. У нас в, собственно, сообщении последнем есть на канале Валерии. Да, я хотела как раз-таки сказать, что мы стараемся освещать все самые свежие новости, рассказывать о каких-то интересных кейсах. Никакого спама. Вы не будете ежечасно получать какие-то рассылки, которые любые другие налоговые сообщества делают, дублируя друг друга. У нас будет только самое мясо, самый смак и самая актуальная, интересная информация по налогам на чужое поле. Мы не заходим. Можем только, как бы, рассказать о чем-то интересном у наших партнеров, таких вот, как Ньютон Инвестиции, например. И последний вопрос от Дмитрия. Вот Дмитрий здесь первый раз. Вопрос, скорее, не к Валерии, а общий. Вот у Дмитрия есть полтора миллиона, он инвестирует их на ИИС на пять лет. Что будет с моими инвестициями, если брокер вдруг обанкротится? Мои инвестиции пропадут или перейдут под управление другому брокеру? Дмитрий, смотрите, я вот сейчас от себя скажу, насколько я знаю и тоже изучал этот вопрос, а Валерия меня дополнит, потому что наверняка тоже сталкиваюсь с таким вопросом. Вот в моем понимании, во-первых, идет речь о страховке ИИСов. Пока законы, как я знаю, не было, то есть вот как банковские вклады на 1,4 миллиона застрахованы, здесь тоже хотят сделать страховку в ИИСах на вот эту сумму 1,4 миллиона. По крайней мере, разговоры точно были, и я думаю, что к этому придут. Второй момент. Ваши активы, вот вы купили акции условно Лукоила, они хранятся не у брокера, то есть брокерами не владеет. Они хранятся в депозитарии, в НРД. Это наши, собственно, российские депозитарии. Вы можете у брокера всегда взять выписку о том, где хранятся ваши бумаги, в каком депозитарии. Ну там российских депозитарий на самом деле несколько, там может быть у брокера свой депозитарий быть. Но в любом случае при банкротстве брокера, если ваши бумаги не были в РИПО, то в моем понимании можно просто взять, собственно, эту выписку о владении ценными бумагами и перевести их к другому брокеру. Вот, Валерия, дополните меня, пожалуйста, если я не так говорю или правильно говорю. Да, это можно сделать таким образом и обязательно проверить, учел ли брокер ваши расходы при перестановке бумаг. Очень часто встречаются кейсы, когда этого не происходит. То есть налоговую базу рассчитывают, при этом бумаги предоставлял инвестор, но, может быть, предоставил не вовремя, опоздал, еще что-то. И получается, что пришел купон, его весь списали в налог, и клиент у нас не знает, что делать, потому что налога там не должно быть, либо он должен быть минимальный, но деньги уже ушли в бюджет. И потом их забрать очень тяжело. Ну, то есть нужно пройти ряд мероприятий. Поэтому лучше, когда вы проведете все эти мероприятия, я просто добавляю, да, обязательно убедитесь и спросите еще раз своего нового брокера, учел ли он, проставил ли он затраты на покупку бумаг. Ну да, чтобы не пришлось со всей суммы платить налог. Ну, что, по-моему, мы максимально все озвучили и на все вопросы ответили. Валерий, спасибо вам. Дорогие гости, тоже спасибо вам, что пришли. Было много участников. Надеюсь, было полезно. Вот еще раз напомню, с нами была Валерия Назаренко, инвестиционная консалтинговая компания TaxMate. Ссылка на их канал в последнем посте, который у нас в телеграм-канале. Валерия, вам тоже еще раз спасибо. Алексей, спасибо большое за приглашение и спасибо всем, кто уделил нам сегодня свое время. Если у вас будут какие-то вопросы по налогам, пишите, обращайтесь, задавайте. Мы всегда рады ответить на вопросы. Всем хорошего вечера, до свидания. Да, всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok